Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки Ниндзи Легенды. И сегодня у нас испытание Городская война тени на солнце. Несколько подписчиков просили, чтобы я снял эту серию. Итак, в этом испытании, друзья, всего 8 эпизодов. И при том, друзья, в этом испытании могут участвовать только 24 героя. Причем, друзья, все негативные герои. Ну что же, друзья, давайте-ка сразимся. В принципе, если разделить 24 на 8, по 3 героя смогут участвовать в каждом бою, чтобы мы посмотрели, что из этого получится. Ну что же, друзья, давайте-ка самых сильных героев я оставлю, наконец, двумя массовыми атаками. А пока возьму Крэнга классического, Рокстаги классического и Бибопа классического для первого боя. Вот, я думаю, Супер Шреддера и еще нескольких самых крутых героев с массовыми атаками мы возьмем на конец. Ну что же, первым делом я, друзья, попытаюсь при помощи Бибопа классического выбить первую Крысу. Вот, удается это неплохо. Рокстаги классический ударом выбивает вторую Крысу. Ну что же, пока, друзья, у нас неплохо все получается. Давайте-ка усилим наш отряд при помощи Крэнга классического и пойдем в атаку, друзья. И так вот забавно получилось, друзья, что первая у нас атака все классические герои. Вот Бибопа стреляет, добивает последнюю Крысу и мы переходим на вторую волну. Здесь уже встречают у нас терминаторы тараканы, но здорово, что у нас есть Рокстаги. Метает вот лимонки, гранаты, взрывает и сметает вторую волну. Ну что же, здорово сработал. Вот третьей волне нашу встречает Леонардо Скорай, но для них есть сюрприз от Крэнга классического. Стреляет, друзья, ядреной бомбой. И какой же будет результат? И результат, друзья, победа. Итак, победа на три звезды. Неплохой бой и мы, друзья, переходим с вами дальше. Итак, вперед, друзья. Классические монстры справились с первым эпизодом и мы переходим ко второму эпизоду. И я, друзья, беру новых врагов. Вот новую команду врагов. И для следующего боя, друзья, давайте-ка я возьму. Вот смотрю, друзья, кого оставить на последний бой. На последний бой я оставлю, давайте-ка, герои с массовыми атаками. Бакстера, Стокмана, Стиранка и еще Кроликов. А сейчас по очереди буду брать Супер Шредера. Возьму Шредера из мультика. И давайте-ка, друзья, если так пошло, возьмем трех Шредеров подряд. Итак, три Шредера против сборной. Посмотрим, что из этого получится. Вот такая вот забавная тройка героев. Итак, первым сметает Крэнга Шредер классический. Вот, метая мечи, как бумеранг, соединив их, выбил одного из роботов. Следующий выбивает Шредер из мультика ударом сверху. Вот так здорово. Отлично. Ну и последнего уже добивает Супер Шредер ударом Косины Миккунаи. Вот так здорово наносит урон. Ну что же, замечательно. Итак, давайте-ка посмотрим, что дальше мы сможем сделать. Вот решил укрепить наш отряд Шредер классический. Здорово. Вот, кроме того, Шредер из мультика призывает нить и атакует. Вот, идут нить в атаку и сметают вторую волну. Ну, а в третьей своей способности уже покажет Супер Шредер. Итак, куча Крэнгов, плюс еще Раф и Донателла из мультика. И Супер Шредер наносит очень мощный удар шипами из-под земли и сметает третью волну. Итак, хороший бой, хорошая победа и мы переходим с вами вот к следующему эпизоду. Итак, вперед, получаем награду ДНК Донателла из мультика. Ну что же, хороший бой. Итак, третий эпизод. Будем сражаться с ДНК Морозной Кошки. И я, друзья, беру следующую команду. Давайте-ка посмотрим, кто здесь у нас дальше. Итак, Рокстеди из фильма, Бибоп из мультика и Саблезуб. Вот такой вот прикольный у нас вот такая вот забавная тройка героев. Посмотрим, как они смогут справиться с следующими противниками. Итак, Бибоп стреляет клеевой бомбой. Саблезуб выбивает первую крысу, а Саблезуб, вернее, это Саблезуб, прошу прощения, загрыз вторую. А вот уже Рокстеди из фильма, метая свою дубину, добивает третью. Ну что же, с первой волной мы неплохо справились. А вот как с терминаторами-тараканами справятся герои, я уже не знаю. Бибоп стреляет своим бластерами. Вот здорово, удалось победить одного таракана. Второго выбивает Саблезуб, а третьего вот ударом дубиной добивает Рокстеди из фильма. Неплохо, давайте-ка еще прокачаю уклонение благодаря Бибопу из вот мультика. И Острозуб добивает последнего таракана. Ну что же, здорово, друзья. Итак, переходим к третьей волне. Вот, жаль, у наших героев нет массовой атаки. Ну пока пусть тогда Рокстеди привлечет внимание. А мы постепенно начнем выбивать, начнем с Хила с Морозной Кошкой. А потом уже, вот, надеюсь, Саблезубу... Да, вот хватило, добил Микеланджело. Остались только роботы Крэнгов. Ну и, надеюсь, наши герои сейчас их допинают. Хотя вот в сегодняшнем видео мы сражаемся за негативных героев. За злодеев, за бандитов. Ну, тем не менее, вот интересная серия. Итак, супер, друзья, победа. Получаем ДНК Морозной Кошки. Вот такая вот милашка-симпатяшка. И давайте-ка, друзья, я перехожу к следующему эпизоду. Вот, высаживаем героев и берем следующую команду. Итак, будет у нас Тигринный Коготь, Бибап, Кролик и Острозуб. Вот, вперед. Вот, здорово, что попался Тигринный Коготь. У него массовая атака, поэтому я, друзья, не думаю, что у нас будут проблемы. Итак, начинает бой. Вот наш любимый Тигринный Коготь. Наносит удар мечеты и выбивает очередного таракана-терминатора. Бибап, Кролик, гранатометом-морковкой выбивает еще одного. И в этой волну заканчивает уже Острозуб ударом-плечом, добивая последнего таракана. Здорово, друзья, переходим ко второй волне. И здесь уже враги посерьезнее. Появился Кейси Джонс, которого подможаживает Тигринный Коготь. Вот, Рафа попытается выбить при помощи своего ружья Бибап, Кролик. Здорово. А Острозуб добивает вот этого забавного робота. Ну что же, а сейчас, друзья, стреляем из лазера и добиваем последнего робота Крэнга. И приходим к третьей волне. Ну что же, посмотрим, что смогут сделать наши герои. Вот, решил подлечить пока наш отряд Бибап, Кролик. Вот, поев попкорна, вот так здорово, прикольно этот выглядит. А Острозуб тем временем, вот, привлекает внимание, оскорбляя врагов. Итак, хватит ли силы Тигриному Когтю выбить Морозную Кошку? Да, хватило, друзья. Ну что же, просто здорово. Итак, наносим удар и вбиваем очередного робота Крэнга. Неплохо. Посмотрим, друзья, сможет ли Тигринный Коготь добить Донателло из мультика. Удалось. А Острозуб добивает робота Крэнга. Остался только Микеланджело и Бибап, Кролик ударом пушистого. Хвоста его тоже добивает. Ну что же, замечательная победа, хороший результат и мы переходим к следующему эпизоду. Вот, получаем ДНК Микеланджело. Итак, друзья, впереди всего, вот, уже пятый эпизод, всего четыре эпизода впереди. Ну что же, я беру следующую команду от наших героев. Подряд, кто у нас здесь? Рокстеди из мультика. Рокстеди Кролик и Хан. Ну что же, вот такая вот прикольная тройка. Посмотрим, как они смогут справиться с врагами и уже в этом эпизоде четыре волны. Итак, враги все сильнее, но я надеюсь, что наши герои справятся. Итак, Хан ударом ноги выбивает терминатора таракана. Здорово. Рокстеди Кролик разбегается и выбивает очередную крысу. Здорово. И, кроме того, Рокстеди из мультика вот ударом Рога добивает тоже очередную крысу. Ну что же, друзья, с первой волной мы шутя справились. Надеюсь, наши герои справятся со второй. И, Хан, давайте-ка, друзья, вот эта способность дебафов при помощи пассов, он уменьшает защиту, я оставлю на следующую волну. Вот пока просто вот так здорово запинаем. Вот застреляем этих роботов-крэнгов. Ну что же, вот выстрел был хорош. Итак, друзья, переходим к третьей волне. Ир Рокстеди из мультика при помощи своего огнемета вот так здорово поджаривает врагов. Хан добивает. Ну что же, это было здорово. Так, посмотрим, сможет ли Рокстеди сейчас что-то сделать. Да, друзья, он просто забрасывает врагов гранатами. Он просто забрасывает вот так здорово гранатами. Выживает сплинтер, выживает Эприл Кунаичи, Лео. Но смотрите, итак, особая способность Хана, и он ослабевает защиту врагов. Рокстеди метает каменную глыбу, добивая Лео. Вот так Хан добивает Эприл Кунаичи. Ну, а строкстеди, я надеюсь, уже добьется и сплинтера. Хотя он, смотрите, что делает. Так, пытается вот какие-то положительные эффекты нанести. Пробафать себе, но это ему не получается. Итак, здорово. Хорошая победа, хороший бой. И мы переходим с вами дальше, друзья, к следующему эпизоду. Палача и ДНК Эприл Кунаичи. Ну, что же, друзья, здорово. Итак, шестой эпизод. Я беру, друзья, следующую команду. Вот для боя Зэк, Крис Брэдфорд и Рокзар. Вот, надеюсь, эти герои справятся с врагами. Хотя враг очень даже непрост. Итак, вперед, друзья, в атаку. Посмотрим, что из этого получится. Смогут ли эти трое героев справиться с вот этой волной. Итак, Зэк метает шлем Бумеранг, выбивая очередного врага. Рокзар когтями сверху добивает. Тоже неплохо. А Крис Брэдфорд пока прокачивает защиту. Тоже очень даже неплохо. Защита нам нужна. Зэк добивает очередного робота Крэнга. И мы переходим к следующей волне. Вот, к следующей волне, опять же, нас ожидает куча Крэнгов. И здорово, что у нас есть Рокзар. Он привлекает в себе внимание. А вот Крис Брэдфорд понемножку выбивает врагов. Вот массовую атаку я, друзья, пока оставлю для следующего эпизода. Вот так шутя и непринужденно. Вот наши герои выбивают врагов. Ого! Что делает? Что делает? Итак, Зэк добивает. И мы переходим к третьей волне. Вот, посмотрим, что из этого получится. Итак, все. Роботы Крэнгов, друзья. Почему так? Непонятно. Тем не менее, вот так здорово наши герои идут в атаку. И удар Зэка я предпошу массовый. Вот, прибегу на последнюю атаку. Вот. Пытается выбить Рафа Крис Брэдфорд. Это ему получается. А Зэк метает световую бомбу. И здорово электричеством пожаривает врагов. Выживает. Выживает, но недолго. Вот. Криса Брэдфорда выбивает Рокзар. Прошу прощения, это был Кэсси Джонс. Рокзар выбил Кэсси Джонса. А вот сейчас Алапекс. Лисичку выбить Крис Брэдфорд. Здорово. Осталось только два робота Крэнга. Но они уже особо, друзья, ничего не смогут делать. Шлемом бумерангом выбивает Зэк одного. И Рокзар своими когтями второго. Отличнейшая победа. Хороший результат. И мы переходим к следующему эпизоду. Но вначале давайте-ка получим награду. Это ДНК лисички Алапекс. Вот. С проклятыми клинками она сейчас находится. И впереди, друзья, у нас всего два эпизода. Итак, враг Силен, друзья, 75 уровня. И я беру для следующего эпизода Бибопа из фильма Ксевера Монтеса и Бакстера Муху. Интересно, друзья, смогут ли вот эти три герои справиться. Вот, друзья, не уверен. Причем в этой волне уже пять противников. Пять волн. Что из этого получится, друзья, я не знаю. Но я попытаюсь что-то сделать. Итак, метает Бакстер Муха Кимикаты. Не очень хороший урон. Но, не надеюсь, граната. Вот. Ничего себе. Бибоп как здорово метнул. Гранату в виде просто снес первую волну. Ах. Вот. Сейчас к северу Монтес ослабевает вторую. Бакстер Муха сплюется какой-то кислотой. А вот сейчас Бибоп понемножку выбивает врагом. Итак, удар локтем. Неплохо. Удар к северу Монтеса ногами. И очередной крэнг повержен. Вот. Пытается что-то делать враги. Вот. Ага. Даже стреляет. Но это, друзья, не имеет значения. Здорово, что у нас есть Бакстер Муха. Он в любой момент сможет, ну, по крайней мере, постарается подлечить врагов. Итак, север Монтес выбивает очередного врага. И мы переходим к третьей волне. Интересно, друзья, что здесь у нас получится. И давайте-ка я понемножку начну выбивать при помощи Бакстера Мухы. Эх, все же слабенькие, друзья, у него удары. А вот Бибоп идет в атаку, наносит удар кинжалами. Но враг выживает, друзья, выживает. И это уже неприятно. Ну, возможно, к север Монте своими ножами вот начнет немножко лучше наносить урон. Ого. Итак, у врагов, по-моему, друзья, проявилась контратака. Это уже не очень хорошо. Ну, надеюсь, друзья, что сейчас где-то обновятся способности Бибопа. И он метнет гранату и добьет врагов. Ну, давайте я понемножку буду вот так выбивать. Итак, удар к северу Монтеса. И выживает. Итак, сильны, сильны враги. Но, тем не менее, благодаря тому, что у нас есть сил, я думаю, друзья, мы без проблем победим. Вот, приберегу я пока массовую атаку Бибопа из фильма. Вот мы и так с нашими героями допинаем эту волну. А вот а гранату лучше мы прибережем для следующей волны. Итак, замечательно, друзья. Вот с этой волной мы справились и переходим к четвертой волне. А вот здесь, друзья, уже надо будет сосредоточиться. Итак, давайте-ка при помощи к северу Монтеса он ослабляет героев. А Бакстер Муха метает, плюется кислотой. Пытался добить Морозную Кошку, не получилось. И да, друзья, вот метает гранату Бибоп из фильма. Взрыв и сразу же большинство врагов удалось нам выбить. Ну, а дальше уже, друзья, дело техники. Вот к северу Монтес выбивает Микеланджело. Вот было бы здорово еще добить Лео. Ага, друзья, и смотрите, что я делал. Не того я выбивал Лео, подлечился и подлечил свою команду. Ну, ничего страшного. Итак, Бакстер Муха. Ага, еще причем вот этот крэнг, вот один из крэнгов робота привлек внимание. Ну, ничего страшного. Итак, Бибоп ударом локтем добивает Лео из мультика. Аксивер Монтес уже последнего крэнга. Итак, переходим к пятой волне. И здесь у нас встречает уже команда девчонок. Вот Шинегами, Эпель Кунаичи и Карай. Все в черном, но выглядят здорово. И что же, друзья, я первым делом подлечу нашу команду. Бакстер Муха полностью излечает команду. А вот Бибоп пытается выбить Шинегами. Пока это не получается. Ну, возможно, к Север Монте справится. Да, Шинегами выбито. Вот, пытается что-то сделать футы. О, и так Эпель Кунаичи наносит удар телекинезом. Ну, а я пока буду пытаться выбить Карай. Вот, неплохой удар. Вот, продолжает атаку Бибоп. И к Север Понтес, надеюсь, добьет. Да, добивает. Вот, Карай. Осталось, друзья, у нас с Эпель Кунаичи и два фута. Вот, вот, закончились уже особые способности Эпель Кунаичи уклонения. И мы постараемся вот так общими усилиями ее запинать. Вот, не очень хорошо это получается. Но я надеюсь, что все же у нас все получится. О, и так. Вот, использовал цепные молнии. Очень здорово досталось нашему отряду. Тем не менее, друзья, это уже победа. Вот так. Гранат бросает Бибоп из фильма. И добивает оставшихся врагов. Супер. И так, последний, друзья, эпизод. И я беру самых сильных героев с двумя массовыми атаками. Опять же, это будет только тройка героев. Но я уверен, что они справятся. И так, друзья, это Бакстер Муха. Это Стиранка. И это Кролики. Вот. Ну что же, мне кажется, друзья, это будет интересная битва. И давайте-ка посмотрим. Опять же, в этом испытании 5 эпизодов. И посмотрим, что из этого получится. И так, сразу же Кролики трансформируются в одну огромного робота. И наносят очень мощный удар. Вот так. Здорово. Просто сметает первую волну. Хотя враги, вы видели, очень крутого уровня. Вот. В этом эпизоде, друзья, я использую Маусеров. И так, Бастер Стокман выпускает Маусеров. Взрыв. И один из Крэнга выживает. Ненадолго. Вот. Бросает гранату Стиранка. И добивает. И мы переходим к третьему эпизоду. И так, враги все сильнее. Ничего страшного. И наши Кролики трансформируются в лазерный луч. И поджаривает врагов. Ох, как было здорово. Вот. Неплохо. Ой-ой-ой. И так, Алапекс идет в атаку. Подставляется под сюрикены. И вместо себя оставляет бревно. И видите, как хитро наносит урон. Вот. Довольно-таки здорово досталось нашему отряду. Ничего страшного. Бастер Стокман выпискает ударную волну. И вот. Оставшимся врагам очень даже здорово досталось. Вот. Не хочу, друзья, сейчас тратить массовые атаки Стиранка. Тем не менее, придется это сделать, друзья. И очень мало здоровья осталось у Бастера Стокмана. Это печально. Надеюсь, что сейчас мы начнем с массовых атак. И у нас все получится. И, к сожалению, сейчас нет массовой атаки у Бастера Стокмана. Вот. Запускаю ракеты. Но здорово, что у нас есть Стиранка. И так, смотрите, что он делает. Стреляет из пулемета. И просто сметает. Вот. Четвертая волну. К сожалению, пятая, друзья. Я не уверен, выживет ли он. Тем не менее, друзья. Вот. Призываем кроликов. Трансформируясь в колесо. Они наносят очень мощный удар Лео из мультика. Но что делает Микеланджело? Он, друзья, ест пиццу и подлечивает отряд. Тем не менее, друзья. Первым делом надо, считаю, выбивать вражеского хила. Ого. И так, Сплинтер подлечивает отряд. Достается Стиранка. Вот. Тем не менее, друзья. Я такую Лео. Ах. Какой хорош. И да, друзья. Вот Стиранка стреляет из гранатомета и наносит массовый удар. Лео выбит. Ну, ох, как досталось нашим героям, друзья. И вот метает сюрикены. Вот, к сожалению, Бакстер Стокман выбит, друзья. Не уцелел этот герой. Достается нашим кроликам. Но если кролики сейчас выживут, друзья, они уже справятся с этим отрядом. И так, кого нам, друзья, атаковать? Давайте-ка, друзья, я попробую все же запинать Микеланджело из мультика. Вот. Не удалось это сделать. Еще наносит неплохой удар. И так, Сплинтер. Удар Тарной Катаны. И Стиранка выбит. Досталось нашему героям. Вот. Раф еще привлекает внимание. Вот. Но это, друзья, уже победа. Вот кролики, трансформируясь в робота, наносят мощный удар. И вот сметают сразу же двоих врагов. Ну, а дальше, друзья, вот опять же кролики, трансформируясь в лазерный луч, наносят удар. Ничего себе, я просто в шоке. Как они могли выжить после такого? Без понятия. Но вы видели, выжили. Выжили. И даже, друзья, пытаются побеждать. Я просто в шоке. Вот. Раф привлекает внимание. Кролики наносят удар. Добивает Рафа. И так, кто же победит? Микеланджело. Либо наши кролики, друзья. Вот. Не уверен. Не уверен. И так, кролики трансформируясь в колесо. Наносят мощный удар. И мимо. И так, моя команда не знаю, каким чудом выживает. Но, возможно, друзья, это будет вот, ну, буквально, друзья, на грани жизни. Смотрите, как прикольно все происходит. Ой-ой-ой. И так, граната дымовая и поражение. Ну, что же, друзья, это было здорово. Это было здорово. Бой был интересен. Бой был необычен. К сожалению, я проиграл. Ну, что же. Надо тогда усиливать наш отряд. И так, друзья, для усиления нашего отряда я призываю Супер Шредера. Ну, и еще давайте-ка, друзья, посмотрим, кого бы привлечь. Вот. Давайте-ка, друзья, я еще привлеку Тигренова Когтя. Он мне тоже очень нравится. Либо Зека. Нет, давайте-ка, пусть это будет Тигрен и Коготь. Ну, что же. Вперед, друзья, в атаку. Посмотрим, что из этого получится. Получится вот неудачный. Не смогли трое героев справиться. Надеюсь, сейчас у нас все получится. Итак, друзья, вот. Призываю кроликов, которые трансформируют в лазерный луч, наносят удар, поджаривают первую волну. А Тигрен и Коготь вот добивают первую волну. Вот. С первой волной, друзья, мы справились. Переходим ко второй. И во второй Супер Шредер уже наносит удар вот шипами с подземли, просто сметая всех кренгов. И Бакстер Стокман добивает ракеты. Ну, что же. Это было здорово. Переходим к третьей волне. Посмотрим, что здесь получится. И здесь Тиранка со своим пулеметом. Итак, массовый урон, массовый урон. Выживают враги, но вот ненадолго осталось им еще быть. Вот кролики трансформируются в колесо, наносят мощный удар, добивая Алапекс. А Тигрен и Коготь при помощи мечеты добивает Кейси Джонса. Здорово, друзья. Итак, переходим к четвертой волне. Посмотрим сразу же, друзья. Я активирую сердце Супер Шредера. Вот этот баф нам не помешает. Вы смотрите, друзья. Кроме защиты, у некоторых героев появилась и дополнительная защита. Кроме лечения. Здорово. Отлично. Бакстер Стокман выпускает Маусера. Взрыв. И ох, как досталось врагам. Ну и вот, друзья. Добивает этой волне Стиранка своим гранатометом. И мы переходим, друзья, к пятой волне. В пятой финальной влове вот сейчас Сплинтер с черепашками из мультика. И против них выступает Кролик Трансформер. Вот так здорово трансформируется. Наносит очень мощный удар, но черепашки с учителем выживают. Вот ненадолго стреляет вот морозным пистолетом Тиклины Коготь, выбивая Лео. Метает костяные куна и супер шредер, добивая Микеланджело из мультика. Вот Сплинтер пытается что-то пробафать, усилий героев. Но Бакстер Стокман выпуская ударную волну. Вот честно говоря, друзья, я надеялся, что добьет. Не добил. Тем не менее, вот граната Стиранка уже добивает Сплинтера. Ну а с Рафом и Донателлом, я думаю, наши герои справятся тоже без проблем. Вот еще Раф оскорбляет, привлекает внимание. На это уже не имеет значения. Кролики пытались, не получилось. Тигрин и Коготь зацарапал Рафа, а супер шредер добивает Донателло из мультика. Ну что же, друзья, хорошая победа, отличнейший бой. И мы с вами вот сегодня прошли это испытание. На этом сегодня я с вами уже буду прощаться. Получаем ДНК Сплинтера. Итак, друзья, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. А чтобы, друзья, не пропустить ни одну серию, нажимайте в правом верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья, до новых встреч. До новых встреч.